В ночь 30 на 31 августа состоялась ежегодная молодежная игра по ночному автоориентированию под названием «Темная сторона улиц». Дом молодежных организаций Сергиевского района, проводивший соревнования, посвятил его задание грядущему юбилею победы в Великой Отечественной войне и ратным свершением сергиевцев. Очень интересно для нас. Мы не приветствуем вообще отдых на диване, мы поэтому активно хотим отдыхать и поэтому участвуем. Мы ждем нового чего-то, потому что разгадывая каждую загадку, узнаешь обязательно что-то новое. Тематика сегодняшнего вечера «75 лет победы» и про наш район узнать, какие-то подробности. Мы объехали все места в районе, которые связаны со Второй мировой войной и осмотрели их. Это же самая серьезная подготовка, о которой мы сегодня только слышали. Как вообще команду оцениваете? Замечательная. Есть бортмеханик, стрелок, радист. Свет ответственен за интуитивное предчувствие. Лена на переднем сидении приносит удачу. Много раз слышали, в этот раз увидели объявление ВКонтакте, решили поучаствовать. Мы ходили в библиотеку, у нас старший ребенок ходил в библиотеку, читал, у нас сейчас будет на телефоне, будет нам помогать. Семь экипажей собрались на личных автомобилях около штаба игры в ДК Сургута. И за час до старта командиры прошли проверку документов при участии инспектора ГИБДД. Нам интересно. Получить адреналин. Как думаете, какие будут задания? Ну, я думаю, мы справимся легкие такие. Ну, короче, исторические. Вас девушка за рулем не смущает? Обычно есть предрассудки, прошу прощения. Я говорю, страшно немного, но я думаю, справимся. Подстрахуете, если что? Да. Ждем ответы вашей вайды. На старт, внимание, марш! ТАВ 19.00 экипажи получили задания, описывающие эпизоды из военного прошлого Сергеевского района. В них были зашифрованы места, где расположились секретные коды. На выполнение каждого задания отводилось ровно 30 минут. Заданий было семь, как и зашифрованных точек на карте Сергеевского района. Корнилова Татьяна, моя команда, я так понимаю, взаимная помощь на дорогах. Вот, они уже практически, практически близки к победе. Они едут на последнюю точку. Я надеюсь, что они одержат победу, потому что я искренне за них болею. Так, следующий у нас координатор. Федотова Кристина, команда Т-34. У меня ребята тоже уже едут на последнее задание. Наша работа в самом разгаре. Штаб работает, сплошные сообщения. Ребята молодцы, гоняют по всему району, пытаются найти коды. Есть уже хорошие результаты. Думаю, скоро закончим. Время у нас уже подходит к полдевятому вечера. Надеюсь, 20.32. И думаю, уже в ближайшие полчаса мы сможем подвести результаты. Хотя, кто знает, игра непредсказуема. Игра «Темная сторона улиц» заняла несколько часов. Экипажи шли ровно и даже краткое промедление заданием могло переломить ход рейда. В итоге, исход игры действительно решила ровно одна минута. Первой к финишу пришла команда под названием Т-34. Но из-за их штрафных очков интрига тянулась до последнего. Школа в поселке Серноводск, которая в честь героя Советского Союза, Субботина, да, вот это для нас было новым, честно говоря. Но остальные довольно-таки были... Но подсказок там не было. Несложное задание. Несложное задание, если знать историю и свой край. Действительно, восторг первенства оказался преждевременным, потому что чуть отстающий по маршруту экипаж под названием ВНД все же заработал меньше штрафных очков и по времени вывелся в лидеры. Им и досталось первое место, а значит и весь призовой фонд. Подождите, дайте отдышаться. Не дадим. Рассказывайте, пожалуйста, что-то новое сегодня узнали. Пришлось там погуглить, поспрашивать. Да, гугл вообще классно работает. А что новое-то узнали? Мы узнали, что, оказывается, Аллея Славы есть не только в Сергиевске. Мероприятие подходило к концу. Все новые и новые экипажи прибывали в штаб игры со своих маршрутов и охотно делились своими впечатлениями. Откуда в основном брали информацию? Что это? Уже точно знали? Окей, гугл. А, то есть гугл или знакомым. К кому, например, пришлось позвонить? Бывшему сотруднику РАДУГИ-3. Вот она по нас видит. Да, дезориентировала. По поводу поселка городского типа для нас было открытие, что это был Сургут. А к жителям вообще Сургута, да? Никто не удивился поздним таким звонкам? С такими странными вопросами? Все были готовы, ждали. А, то есть уже была... Все подключались, окей, гугл. Команда вообще не подвела? Нет, команда очень хорошая. Вот Сергей. Ну, интересно. Очень интересно, потому что связано с Великой Отечественной войной. Многое узнали. Пока в Википедии искали. А, то есть где основной источник информации? Гуглили? Да, гуглили. Хорошо, пришлось кому-то звонить там? Нет. Ну, только координатору, да? Ну, сами, да. Ну, просто он больше знает этот район, и благодаря ему просто быстрее нашли эти места. Да, ориентировались быстрее, ехали. Игра «Темная сторона улиц-2019» завершилась, подарив массу адреналина, ярких впечатлений и новых знаний ее участникам. В итоге соревнования члены экипажей обратились к организаторам с просьбой повторять игру не раз в год, а значительно чаще. Продолжение следует...